Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжался марафон Stray Kids, третья композиция, Grow Up. Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, если вы не понимаете, при чем тот марафон и так далее, смотрите самый первый ролик по Stray Kids, который был через один ролик Stray Kids от этого. В общем, поймете, я там помечу начало марафона. Поехали. О боже мой, я так люблю, когда свист используют. Я вообще люблю, когда голос используют не только как голос, а как полноценный музыкальный инструмент, которым он, собственно, является, но вы понимаете, используют его не для того, чтобы говорить слова, а издавать только какие-нибудь звуки интересные. Ну, даже битбокс иногда уместен. Я смотрю, компрессии тут не пожалели, потому что вот эти клавиши, они настолько круглые и обволакивающие, что даже иногда вылетают вперед, и голоса в них немножко тонут. Опять же, возможно, художественная задумка, но прямо очень громкий трек. Я не знаю, сколько здесь Лувс и РМС, но вообще могу посмотреть. Сейчас посмотрю, пока будем смотреть дальше ролик, как бы это отологично не звучало, и скажу. Ну что ж, минус 8, минус 6 РМС, плюс-минус. Это достаточно громко, что я могу сказать. Ну, сейчас-то уже все на Лувс перешли шкалу, но ладно, сейчас-то я задушню, так что все-таки шли на какие-то Лувс, РМС, что это? Как скажут, о, на канал попал, но кто-то писал, вот же наркоманов посоветуют, да? Да, товарищи звукорежиссеры, если вы смотрите, отныне мы все наркоманы, из-за того, что выражаемся определенными терминами. Но вернемся к композиции. И голоса в припеве звучат здорово. Полетно, четко, мягенько местами, ну, не докопаться. Единственное, меня, конечно, смущают эти белые полосы, вот, это чтобы на 21 на 9 мониторах удобнее было смотреть. Да, у меня 21 на 9 монитор, но я-то пишу все в 16 на 9, потому что у всех-то мониторы 16 на 9, ну, ладно, это уже какие-то заморочки мои. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Бас и бочка здесь есть. Это я могу сказать. Но не до конца понимаю, бас это нижний регистр и клавиш, потому что тут много инструментов сливается именно вот в... Ну, в такой, знаете, такую маслянистую жидкость, я не знаю, вот такую просто в облако мягкое. Они все друг друга маскируют, не совсем понятно, кто есть где. Но если долго вслуживаться, можно определить. Ну, вроде бы там живой бас, такой очень мягкий, округлый, опять же, бочка тоже мягкая такая, не сильно бьющая. Ну, композиция такая, знаете, больше мягкая. Может быть, эксперты по балладам скажут мне, баллад это или нет, но на балладу не похожа. Скорее такая, знаете, композиция, которая идет после каких-нибудь двух взрывных просто хитов, чтобы люди успели постоять, отдышаться, ну, в рамках концерта, а потом снова колбасится. Мне интересно, сколько было фотошап с этой рукой и с надписью. Наверняка же кто-то, ну, нашел подходящую кисть в фотошопе, затер ладонь и что-то там рисовал, знаете, как белый лист, куплю гараж и так далее. Вот, но мне вообще нравится картинка, она такая, немножко, знаете, серая, слегка тусклая, как будто бы в такой, знаете, пасмурный день снимали. Возможно, даже летний или весенний. Как мне быстрее хочется, чтобы наступила весна хотя бы, ладно, уже лето, хоть весна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, там даже подсказка для таких, как я была. Вот, учи название. Могу сказать, что последний припев, ну, естественно, как бы кульминация, он самый интересный был, потому что там было много новых инструментов, прикольные клэпы, и я вот не совсем уверен, но к какому-то инструменту был еще подвязан звук винилового шума. Он раскрывался и закрывался, похоже, к клэпу. Вообще, можно неоднократно переслушать композицию, есть за что уху засыпиться, как так сказать, как сказать. И бас так поплотнее стал. Ну, в общем, мне нравится. И да, ученые, которые изучают киновселенную Stray Kids, могут ответить мне на вопрос. Это же у них киновселенная, получается? Ведь тут была отсылка на District 9. То есть они, как получается, с этой зоны условной, там, или лаборатории сбежали на этом автобусе, и вот сейчас они потусили. И я так предполагаю, могу предположить, что если у нас клипа вселенная, то в следующем клипе они тоже будут рядом с этим автобусом где-то куда-то в новую локацию поедут. Потом, возможно, когда-нибудь их попытаются поймать. Ну, опять же, с Monster X такое было очень давно, когда я там начал выкупать со второго или только третьего ролика, что у них клипа вселенная. Но, да ладно, в общем, композиция хорошая. Я думаю, пойдет какой-нибудь такой лайтовый плейлист у меня, такой секретный приватный плейлист для расслабления. А вот люди, которые помогают мне когда расслабиться, тем, что они меня поддерживают. Бустеры, спасибо вам, дорогие. Бустеры, бустересы, бустерине, бустеря и так далее. Бустерье, бустеретине. Какие только уродские слова не придумаешь, лишь бы только людей порадовать. В общем, ссылки на экране, там подписывайтесь, дополнительный контент, ранее доступы и прочее, прочее. Не забывайте, есть канал скипуп новостями по ревьюз, телеграмм, канал как апплокация, мплайф со стримами, канал, в общем, милости прошу, вступайте и так далее. Продолжаем марафон. Кстати, голосование за следующий будет телеграмм, но где-то на момент, когда мы уже на вторую половину этого перейдем. В общем, до новых встреч, всем пока. Пока.